Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов принимает важных гостей. Первый заместитель министра архитектуры и строительства и администрация Первомайского района Бобруйска с ценными подарками и тёплыми пожеланиями посещают учреждения. Сертификат на приобретение мебели, бытовая техника станут отличными помощниками, а забота и внимание ещё долго будут согревать сердца. Главой государства в том году была отмечена необходимость уделить внимание пожилым людям, и это было на мероприятии именно связано с нашими детьми. Если есть такое хорошее мероприятие, которое позволяет говорить о наших детях, значит и должно быть мероприятие, которое непосредственно посвящено людям, которые нашему государству отдали долгие годы жизни. А жизнь остаётся прекрасной всегда. Для пожилых людей устраивают праздничный концерт. В ответ на приятные сюрпризы почётным гостям сувенирная мельница изобилия. Вот, пожалуйста, дети приехали, всё, душа нараспашку. А мне очень интересно. Я вот на годы, наверное, помолодела от сегодняшнего концерта, от того, что вот со мной разговаривают такие люди. В учреждении стопроцентная заполняемость. Здесь проживает 45 человек от 46 до 94 лет. Кто-то на постоянной основе, кто-то периодически возвращается домой на выходные или праздники. Досуг постояльцев на любой вкус. Игры в шахматы, чтения, творческие и спортивные занятия. Есть даже клуб «Огородник». Учтены интересы и предпочтения каждого. В отделении трудятся 22 человека. Все люди с большим стажем, с большим опытом. У нас случайных людей не бывает. Это не просто работа, это служение. По долгу сердца и зову души. Потому что для нас это великая честь. Помогать нашим людям делать эту жизнь краше, лучше. Благотворительная акция от всей души не только во время новогодних праздников дарит радость. Она напоминает о самом главном. Делать людей счастливыми очень просто. И важно находить время для добрых поступков каждый день. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин, Бобруйск, 360.